Всем привет! С вами Карина Фарманова. Добро пожаловать в мастерскую Еврашки. В этом видео я продолжаю работу со своими текстурами и хочу показать вам вариант сочетания двух техник – саттон слайс и заливку гелем. Я уже давно хотела их вам показать и вот, наконец, у меня в руках подходящие для этого текстуры. Более подробно о самих текстурах, о том, как ими пользоваться и как ухаживать, я рассказывала в прошлом видео. Ссылка будет внизу. Обязательно посмотрите, если еще не видели. В этот раз мы будем работать с текстурой номер 3, но также отлично подойдут и первая, и вторая. Да и вообще любая текстура с не очень плотным рисунком. Все 5 текстур выпускаются в мастерской GFR Tools по моим авторским рисункам. И кстати, у них есть еще очень много классных текстур по рисункам художницы Ирины Токмаковой. А про обалденный каттер я вообще молчу. Очень советую заглянуть к ним в гости. Все ссылки будут в описании. Итак, приступаем к работе. Список всех необходимых материалов и инструментов вы найдете в описании под видео. Как я уже сказала, для этой техники нужна текстура с не очень плотным рисунком. Если выпуклые элементы будут расположены слишком близко друг к другу, то такого эффекта уже не будет. Также здесь очень важно, чтобы глина впоследствии легко отделилась от текстуры. Поэтому в качестве разделителя в данном случае я советую взять силиконовый спрей. Брызгаем его на текстуру и промакиваем салфеткой. Выбираем место с подходящим рисунком. Разминаем глину темно-коричневого цвета и делаем лепешку. Давливаем ее в текстуру. Если нужно, добавляем еще кусочки. Затем тонким острым лезвием начинаем срезать верхние слои. Не торопитесь и делайте все постепенно тонкими срезами, иначе есть большой риск незаметно повредить саму текстуру. Нам нужно срезать длину так, чтобы она осталась только в углублениях. На выпуклых частях ее быть вообще не должно. От этого будет зависеть аккуратность всей работы. Если мелкие элементы выпадают, то просто заново заполните это место маленьким кусочком глины и срежьте лишнее. Пока откладываем текстуру и раскатываем пласт глины толщиной около полутора миллиметров. Вырезаем форму каттером. Приклеиваем кусочек потали. Делаем на потали трещинки. Можно растянуть пласт в руках, а можно прокатать через паста-машину. Я растягиваю его в руках. Затем кладем его на ту плитку, на которой будем запекать. Кладем ровно без пузырьков воздуха. Теперь берем нашу текстуру и кладем ее на пласт с поталью. Прикатываем скалкой, чтобы глина из текстуры хорошо приклеилась к потали. Как я уже говорила, на этом этапе очень важно, чтобы глина легко отходила от текстуры. К классическому Satom Slice это не так критично, поскольку глина к глине хорошо приклеивается. А вот к потали она приклеивается уже не так охотно. Но благодаря использованию силиконового спрея все отделяется очень легко. Теперь каттером вырезаем нужную форму. Убираем лишнюю глину и ножом почищаем край. Для рамки формируем из глины длинную колбаску и прокатываем ее на пастомашине. По длине она должна быть немного больше окружности овала, а по толщине примерно 2-3 мм. По линейке вырезаем тонкую полоску. Оборачиваем ее вокруг главного элемента. Каемка должна быть вверху и вверху и вверху. Она должна плотно прилегать к самой детали и к плитке без зазоров. Обрезаем полосу стык в стык. Аккуратно сглаживаем шов силиконовой лопаточкой. Запекаем в течение 15 минут. После остывания раскрашиваем ячейки цветным гелем. О том, чем и как окрасить жидкую полимерную глину, я подробно рассказывала в отдельном видео. Ссылка будет в описании. Те, кто постоянно смотрит мои мастер-классы, уже хорошо знакомы с этим процессом. Я часто использую цветной гель в работе. Для маленьких ячеек достаточно одного цвета, а в больших можно сделать плавные переходы. Чтобы границы цветов не были четкими, немного перемешивайте цвета между собой. Мелкие точки и полосочки легко отклеиваются от потали, поэтому будьте особенно аккуратны, закрашивая эти места. При заливке я пропустила маленькую ячейку, но заметила это только в самом финале. Хотя работа эта не испортила. Теперь запекаем деталь в течение 15 минут. Пока все запекается, подготовим элементы из проволоки. Ее можно взять из обычных проводов. Для этой работы нам понадобится достаточно толстая медная проволока. У меня диаметром 1,5 мм. Не советую брать проволоку тоньше 1 мм, у нее не будет достаточной жесткости. Нарезаем на кусочки длиной 7-10 см. Нам нужно минимум 4 кусочка. Немного выравниваем их и сгибаем посередине под прямым углом. Для формирования шариков нам понадобится газовая горелка. Если у вас ее нет, то же самое можно сделать на газовой плите. Или вообще пропустить этот этап. Чуть позже я расскажу, какие элементы можно сделать вместо них. И пожалуйста, не забывайте про технику безопасности. Открытый огонь горелки это уже не жалкие 110 градусов в духовке. Пожалуйста, будьте внимательны. Итак, пинцетом берем проволоку и держа ее кончик на самом конце пламени горелки, нагреваем, пока медь не начнет плавиться и появится шарик. Тут важно уловить момент, когда шарик уже стал круглым, но еще не слишком большим. Кидаем проволоку в воду, так она быстрее остынет. Шарики делаем с двух сторон. После отжига на проволоке остается черный нагар. Чтобы убрать его, нам понадобится вода и обычная лимонная кислота. Насыпаем немного кислоты и кладем проволочки. Оставляем так на некоторое время, чтобы весь нагар сошел. Я обычно оставляю на ночь. Итак, медь стала чистого розового цвета. Делим проволоку пополам. С помощью круглогубцев делаем несколько изгибов. После отжига проволока останется мягкой и легко сгибается. Для того, чтобы придать проволоке жесткость, а элементы сделать более интересными, отбиваем проволоку плоской стороной молотка. У меня для этого есть маленький флахейзен. Также можно использовать шпирак или, например, плоскую сторону другого молотка. Подойдет любая негнущаяся плоская металлическая поверхность. Отбиваем медленно и аккуратно по всей поверхности изогнутой части. Прямой конец пока не трогаем. Так поступаем со всеми элементами. Если у вас нет возможности сделать шарики, то можно просто откусить проволоку нужной длины и надфилем сделать аккуратный кончик. Согнуть проволоку в нескольких местах, оставляя конец свободным. И точно так же отбить ее молотком, особенно тщательно отбивая конец проволоки. Он станет более широким и плоским. Такие элементы тоже будут очень хорошо смотреться в нашем украшении. Теперь раскладываем все элементы в нужном порядке. Для удобства я обвела контур кулона на бумаге и ориентируюсь по нему. На данном этапе самое главное определиться с длиной каждого элемента. Маркером отмечаем нужную длину. Берем центральный элемент и откусываем лишнее, оставляя около 1 см от отметки. Круглогубцами загибаем петлю. Отбиваем молотком, чтобы она стала жесткой и плоской. Смазываем петлю секундным клеем и приклеиваем деталь на место. То же самое проделываем со всеми элементами. Раскатываем пласт глины толщиной около 1,5 мм. Смазываем обратную сторону гелем, в том числе и между петельками. Закрываем пластом и кладем на лист бумаги. Тщательно придавливаем, чтобы глина хорошо распределилась между металлическими элементами, а поверхность стала ровной. Обрезаем глину по контуру. Убираем остатки геля. Зарезаем контур под углом. Пальцами сглаживаем поверхность. Наносим текстуру любым удобным способом. Можно зубной щеткой, жесткой кистью, губкой или, как я, мелкой текстурой. У меня силиконовый слепок с деревянной доски. Иголкой дорабатываю те места, где не пролезла текстура. Личный штампик по желанию. Крепление здесь традиционное. Раскатываем небольшой пласт глины толщиной 1,5 мм. Зарезаем одну сторону и оборачиваем вокруг стержня диаметром 3-4 мм. Заглаживаем стык. Обрезаем нужную длину. Наносим тонкую полоску геля и сажаем на место. Запекаем кулон в течение 30 минут. После остывания вытаскиваем стержень. Чтобы кулон был аккуратным и линза из смолы легла идеально ровно, шлифуем боковую сторону. Сначала наждачной бумагой номер 600, потом 800, 1000 и 1500. Крепление шлифуем сразу самой мелкой шкуркой. Ей же можно немного отшлифовать и металлические элементы. Чистой сухой тряпочкой натираем боковые поверхности и крепления до легкого блеска. Разводим эпоксидную смолу. Пропорции для смешивания и время полного утверждения указаны в инструкции к вашей смоле. Четко ей следуйте. Тщательно перемешиваем компоненты и оставляем до набора смолой нужной густоты. Для удобства я вырезала в кусочки пенополистирола ямку под крепление. Так кулон будет лежать идеально ровно. Заливаем линзу. При желании можно капнуть по капле смолы на каждый кончик проволоки. Получится очень интересный эффект. Накрываем кулон крышкой от пыли и оставляем до полного утверждения смолы. Для сборки украшения нам понадобится проволока с эффектом памяти. Чуть больше одного витка. И полый каучуковый шнур. Продеваем проволоку в шнур. Надеваем черную бусину. Лоскогубцами загибаем примерно 7 мм проволоки под прямым углом. Руглогубцами делаем петлю. Эта проволока довольно жесткая, а при повторном сгибании и разгибании может даже сломаться. Поэтому делайте все с первого раза. Теперь ищем второй конец проволоки и обрезаем лишний шнур. Надеваем кулон. Продеваем бусину и точно так же загибаем еще одну петлю. Вцепляем замочек. Этот крючок с колечком я сделала сама из той же медной проволоки. Если интересно как его сделать, дайте мне об этом знать в комментариях и я сниму отдельный мастер-класс. В свободном состоянии концы колье располагаются близко друг к другу и замочек легко расстегивается. Однако при носке под тяжестью колье замочек расправляется и держит очень хорошо. Ну что ж, наше колье готово. Оно получилось очень стильным и достаточно крупным. Идеальное дополнение к открытому вырезу платья. Оно красиво светится на солнце, а маленькие капли смолы дают интересный эффект. К тому же они очень приятные на ощупь. Пожалуй, единственное, что меня смущает, это цвет проволоки в основании колье. Он серебристый, а все остальное медного цвета. Это не очень грамотное решение, но основы другого цвета у меня, к сожалению, не было. Напоминаю, что все мои текстуры можно купить в мастерской GFR Tools. Ссылки в описании под видео. Если вам понравился этот мастер-класс, то поделитесь им с друзьями. И подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. А если хотите финансово помочь в развитии канала, то станьте моим патроном. Для вас будут доступны новые видео и мои консультации. Подробности в описании под видео. Мои украшения можно купить в группе ВКонтакте. А я буду прощаться и ждать ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр и всем пока!